Привет, меня зовут Аня Крюкова, и я деврел в команде платформы VK Mini Apps. Напомню, что VK Mini Apps – открытая платформа встраиваемых кроссплатформенных приложений. Их можно использовать, не покидая ВКонтакте, и дополнительно устанавливать на телефон ничего не нужно. Платформа опирается на универсальный подход и использует для разработки мини-приложений стандартной веб-технологии – HTML, JavaScript, CSS. Вообще, создать свой первый сервис на платформе VK Mini Apps можно и в одиночку. Часто разработчики и без команды даже делают не один полноценный сервис. Но сейчас мы поговорим про следующий этап развития разработчика – работу в команде и о том, как ее собирать. Отличный пример, когда разработчики собираются в команды в короткие сроки – это участие в хакатонах. А возможно, вы захотите собрать команду для открытия своей студии по созданию миниапов. Так кто же должен входить в команду? Исходя из нашего опыта, идеальная команда для разработки мини-приложений на хакатоне должна состоять из пяти человек, в которой есть два фронт-энд-разработчика, два бэкэнд-разработчика и UX-UI-дизайнер. При этом один из участников команды должен взять на себя роль капитана и координатора действий остальных участников. Основной рекомендуемый стэк для фронт-энд-разработчиков – HTML, CSS, JavaScript. Лучше всего использовать React – это JavaScript-библиотека для создания пользовательских интерфейсов. Таким образом, вам будет проще работать с нашей библиотекой компонентов VKUI, о которой мы расскажем подробнее в следующих уроках. Основной стэк для бэкэндеров – PHP и Node.js. А если вы знаете Golang, это будет плюсом, но не обязательно. Дизайнер должен уметь хорошо работать в Figma, знать основы дизайна, UX-UI, верстать макеты и понимать принципы работы мобильных и веб-приложений. С ростом самого сервиса, когда он выходит уже за пределы MVP или хакатоновского проекта, попадает в каталог сервиса ВКонтакте и начинает набирать аудиторию, потребуется компетенция маркетолога и специалиста по контенту для наполнения вашего сервиса классным, сочным контентом и для создания и развития сообщества ВКонтакте вокруг вашего сервиса. Кроме того, руководителю команды нужно быть готовым все меньше времени посвящать полноценные разработки и написанию кода, а больше сконцентрироваться на координации команды, развитии навыков ее участников, достижении ключевых метрик и заниматься продвижением мини-приложения, например, привлекать партнеров, выдвигать и тестировать гипотезы и в целом определять вектор развития сервиса с продуктовой точки зрения. Таким образом, при формировании команды рекомендуем опираться на компетенции ее участников и выполняемые ими роли. И помните, что грамотное распределение зон ответственности поможет вам быстрее и качественнее создавать ваши сервисы.